Привет всем любителям шутеров с открытым миром! Хочу предоставить вашему вниманию новые игры, которые уже вышли на ПК. Так что лайк авансом, комментарий потом, а я пожалуй начну. Days Gone – это смесь крутого экшена с видом от третьего лица, открытым миром и выживалки. События игры происходят на просторах Северной Америки, переживших два года назад апокалипсис, катаклизм, которому привели страшная эпидемия, заразившая практически всё, здешнее население и превратившая людей в бездушных кровожадных тварей. Теперь мир игры изменился до неузнаваемости. Остатки выживших сколотились в небольшие группы, образовались фракции и группировки, а сам мир стал слишком жестоким. Ну а вы в нём как раз должны будете выживать. Вы же будете играть роль человека по имени Дикон Сейт Джон, бывшего байкера, теперь работающего наёмником. Он наёмник, охотник за головами, путешествующий по всему миру и зарабатывающий не самыми добрыми делами. И вы в его роли теперь должны будете погрузиться в целую череду ужасных, опасных и судьбоносных событий, которые станут доступны в Days Gone. Самое же главное достоинство этой игры заключается в огромном открытом мире, который вы сможете исследовать в своё удовольствие, как во время заданий, так и между ними. Вас ждёт в этом огромном мире количество разных локаций, разные группировки, состоящие из выживших фракций, нападающие на всё без исключения и презирающие всех остальных. Рандомные события будут влиять на сюжет и многое-многое другое. Мир настолько огромен и разнообразен, что это даже трудно представить. А плюс ко всему ещё проработан до мелочей и выглядят очень-очень реалистично. The Water Wolves. Ролевая игра в жанре экшена, где все действия происходят с видом от третьего лица, а тебе, в свою очередь, предстоит отправиться в необычный фантастический мир. Главное, что необходимо отметить, это твои действия и принятые решения, которые будут оказывать большое влияние на развитие событий и даже на судьбу всего человечества. Ты станешь частью всевозможных интриг, узнаешь о загадочном и даже страшном заговоре, а также отправишься в увлекательное приключение по миру, которое подготовило для тебя немало испытаний. Вселенная, в которую ты отправишься, полностью открыта для исследования, что и станет основной частью игрового процесса. Прежде чем приступать к действию, тебе необходимо создать своего персонажа, который может быть совершенно уникальным как в плане внешности, так и в плане характеристик. Разработчики создали довольно обширный арсенал по созданию главных героев, поэтому у тебя будет масса возможностей создать ни на кого не похожего персонажа. Графика в игре также стоит на высокой отметке, ведь она не менее оригинальна и готова с головой погрузить тебя в фантастику и мрачные тайны. Home from the Revolution Игра в жанре шутера действия, в которой будут происходить с видом от первого лица. Здесь тебе предстоит узнать интересную историю, связанную с американцами, которые на протяжении огромного количества времени занимались тем, что отставили свое право быть свободными. Ты попадаешь в недалекое прошлое, где история начнется с 1972 года, а именно в Северной Корее. Все дело в том, что в данной стране была основана корпорация APEX, которая по происшествию определенного отрезка времени смогла добиться отличных результатов в работе, тем самым переплюнув технологии американцев. Настал 2004 год, и уже Америка покупала оружие у Кореи. Войны продолжали вспыхивать все с более мощной и безжалостной силой, что привело к сопротивлению между Америкой и Кореей в 2025 году. Теперь США оккупированная страна, и там господствуют строгие, местами даже очень жестокие порядки. Ты будешь стоять в группе протестантов, которые будут делать все возможное, чтобы вновь обрести свободу и независимость. Rage 2. Представитель жанра экшен, где все действия происходят с видом от первого лица. Здесь ты встанешь на пути сопротивления и постараешься избавиться от коварных соперников. Для начала необходимо подготовить мощный боевой арсенал, который и поможет тебе эффективно справиться с поставленной задачей. Здесь тебе в роли главного героя предстоит стать частью опасного мира, который до недавнего времени переживал апокалипсис. Данная трагедия унесла за собой массу жизней и принесла необратимые последствия. Именно с этого момента начинается твое приключение, когда ты возьмешь под свою ответственность одного из счастливчиков, которому удалось выжить. Теперь начинается настоящая борьба, победить в которой может только самый сильный и выносливый. Ты отважный рейнджер, который намерен покорить пустоши, уничтожая группы врагов. Игра позволит здорово провести время в компании друзей и с игроками со всего мира, поэтому скучно тебе точно не будет. Имеется и боевой транспорт, на котором ты сможешь быстро передвигаться из одного пункта в другой, по дороге уничтожая всех, кто посмеет тебе помешать. Arma 3. Новый тактический военный симулятор от независимой компании и разработчиков. Новая серия понесла за собой огромное количество инноваций и обновлений. Игра построена на совершенно новом физическом движке, который значительно расширяет возможности игрового процесса. На этот раз ты сможешь воспользоваться довольно широким спектром мощного оружия. Кроме того, ты узнаешь довольно увлекательную историю и примешь участие в феерических баталиях с многочисленными противниками. Появилась возможность плавания под водой, где ты можешь лучше спланировать дальнейшую тактику по завоеванию. Игра может похвастаться отлично проработанной графикой. Отсюда и идет реалистичность каждого момента игрового процесса. Отправляйся в жестокий мир и срази всех недоброжелателей на повал, тем самым все больше и больше усовершенствуя свои навыки боевого искусства. Red Dead Redemption 2 Игровой проект, который сумел успешно сочетать в себе несколько популярных жанров. Немного безумный экшен, увлекательный квест и динамичный шутер. Сюжетная линия с самого начала знакомит нас с небольшой группировкой людей, за плечами которой осталось масштабное ограбление и теперь они вынуждены скрываться, постоянно перемещаясь из одного места в другое. Игра позволит тебе стать полноценной частью мира Дикого Запада, а это значит, что ты отправишься в прошлое, а именно в 1899 год. Возьми под контроль одного из самых отважных участников группировки, стрелка Артура Моргана. Тебе предстоит пройти через массу испытаний, обеспечивая свою команду едой и защитой. Выжить в подобных условиях будет не так-то просто, поэтому тебе необходимо тщательно продумывать план дальнейших действий. Исследуй окружающий тебя мир, находи полезные предметы, преодолевая испытания и обманывая местных жителей. Что касается действий, то здесь у тебя будет полная свобода выбора. Так, к примеру, ты можешь совершать благородные поступки, либо встать на сторону жестокости и бессердечия. Стоит помнить, что все твои действия будут иметь огромные последствия. Red Fraction Gorelli Ramster. Игровой проект в жанре шутера, который наделен динамичным игровым процессом, великолепной визуальной и приятной анимацией, что в целом вызывает ощущение присутствия в этом огромном и реалистичном мире. Здесь все действия будут происходить с видом от третьего лица, что позволит тебе взять под контроль все происходящее, тем самым принимая более правильные решения, исходя из той или иной возникшей ситуации. Игра позволит тебе проникнуть в космическое пространство, которое ты будешь постепенно завоевывать, взявшись за управление армией профессионалов, а затем отправившись на сражение с коварными соперниками. По ходу действия тебе потребуется тщательно изучить каждую локацию, так как именно на ее территории тебе удастся отыскать не только полезные предметы, но и мощнейший оружейный арсенал, с помощью которого ты сможешь устранить даже самого свирепого врага. На пути ты столкнешься с массой препятствий, опасностей и испытаний, но все это сможешь преодолеть только тогда, когда улучшишь свои боевые навыки и способности. Отправляйся навстречу приключениям, проходи испытания за испытанием и сделай все возможное, чтобы в кратчайшие сроки добиться успеха в своем непростом деле. Borderlands 3. Игра в жанре шутера с видом от первого лица, где ты окажешься в опасном и даже немного безумном мире. Главное сохранить свою жизнь, ведя борьбу с бесстрашными соперниками и преодолевая все опасности на своем пути. Отправляйся на исследование окружающего тебя мира, чтобы отыскать полезные предметы, ценные ресурсы, а также пополнить боевой арсенал мощным оружием. Не забывай особое внимание уделить развитию своих навыков и способностей. Это уже третья часть серии, которая вновь готова порадовать своих поклонников безумными сражениями, динамичным игровым процессом и отлично продуманной графикой. Атмосфера в игре захватывающая и здорово дополнить музыкальное сопровождение. Изменения коснулись как визуальной составляющей, так и процесса в целом. Отныне ты можешь стать частью реалистичного мира и собирать в свой арсенал еще больше мощного оружия и атрибутов. Кастомизация главного героя также наполнена дополнительными возможностями и функциями, что позволит тебе самостоятельно создать непобедимого воина. Отлично проведи время в компании друзей, так как игра успешно включает в себя и кооперативный режим. Zero Sievert – игра, разработанная в стиле истике выживания, где мы постараемся сохранить жизнь главного героя в условиях сурового постаполитического мира. Тебе предстоит заняться исследованием многочисленных локаций с целью добычи пропитания воды и ценных ресурсов. Присутствует в игре и крафт, который позволит создать всевозможные предметы, полезные для безопасного существования. Главной особенностью игры является то, что мир способен генерироваться совершенно случайным образом, а это значит, что прохождение автоматически становится еще более интересным, но при этом более сложным. Стоит позаботиться об оружейном арсенале для защиты, который также необходимо постоянно модифицировать, чтобы справиться с сильными противниками и глобальными угрозами внешнего мира. Квесты будут на разную тематику и с интересными задачами, поэтому скучать точно не будет времени. Визуализация продумана на отлично и позволит тебе с головой окунуться в эту неповторимую атмосферу. Terminator Resistance – игровой проект исполненный в жанре шутера, где все действия происходят с видом от первого лица. Ты станешь частью динамичных и опасных событий, связанных с знаменитым одноименным фильмом. Ты сможешь вновь познакомиться с уже знакомыми персонажами, пройти многочисленные испытания и сразиться с огромным количеством оппонентов. Отправляйся в будущее, а именно в 2028 год, когда прошло много лет после событий Судного дня. Человечество в опасности, и на тебя возлагается огромная ответственность за его спасение. Что касается игрового процесса, то он полностью соответствует всем стандартам жанра. Здесь и большой мир, и безумные сражения с оппонентами, испытания, сложные миссии и интересные события. Враги не дремлют и готовы в любой момент тебя уничтожить, чего ты не должен им позволить. Графика здесь исполнена на отлично, а за счет вида от первого лица ты сможешь в полной мере почувствовать себя героем этого невероятного приключения. Мир игры открыт для исследования, используй это в свою пользу. Вот такая получилась подборка шутеров с открытым миром. Правда этот топ можно постоянно обновлять и добавлять в него новые игры, поэтому не забывайте жать на лайк, писать комментарий и заодно подписываться. Ну а на этом вроде как все, спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok